Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас на прямой связи представитель правления Института экономики Академии наук Нина Линда. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот, может быть, начну с такого вопроса, который вызвал бурю эмоций, бурю дискуссий в политической среде. Прежде всего, это решение парламента, вопреки мнению правительства, открыть вот эти террасы, летние кафе, рестораны, бестро уже седьмого числа, то есть завтрашнего дня. Как вы это воспринимаете, не знаю, может быть, как житель Латвии и, естественно, как эксперт? Спасибо большое за вопрос. Как житель Латвии и, прежде всего, как институт экономики, любая деятельность, любая активность, направленная на разумное уменьшение ограничений принимательной деятельности, она только приветствуется. То есть в этом плане вы считаете, что вот открыть этот раз это было правильное решение? Правильное решение – предоставить возможность в тех условиях, которые сейчас у нас есть, работать бизнесу. И это как раз-таки то, что к этому направлено. Потому что я вижу уже, многие кафе, рестораны начинают работать, но с большой такой оглядкой и с таким очень страхом в том, что они будут оштрафованы. А с другой стороны говорят, вы знаете, вы можете пойти вот туда на скамеечку, но рядом с рестораном вы не можете сидеть, а на скамеечке можете. То есть есть определенное несоответствие того, чтобы это было организовано так, как это может быть организовано, и при этом никакого ущерба здоровью это бы не наносило. Да, вот интересно, что касается вообще поддержки бизнеса, экономики. Вот когда мы с вами говорили, помните, еще в прошлом году, вы справедливо замечали, что, к примеру, у наших соседей Литва, Эстония намного более грамотно и щедро поддерживают бизнес, который оказался вот в этих всех ограничениях. Но вот сейчас, с одной стороны, вроде бы и грешаловаться, поскольку правительство впервые вообще в новейшей истории Латвии пошло на и субсидирование заработных плат, и на длительные пособия по простою, и общая помощь, ну так, по крайней мере, официальные цифры гласят, достигло 4,8% от ВВП из серии, когда такое было. То есть, с одной стороны, вроде бы и нельзя так сейчас особенно камни бросать в правительство, с другой стороны, насколько я понимаю, ну все-таки не все эту помощь получили, много было разных условий, и я так понимаю, что все равно еще вот такой выход из этой пандемии будет очень длительным, я имею в виду экономический. Да, это правда, это правда, если мы посмотрим любые показатели, в том числе хотя бы показатели регистрации новых предприятий, то есть вот сделать этот первый шаг, открытие, то мы видим, что они самые низкие за последние 15-17 лет, многие отрасли свою деятельность вообще заморозили, многие идут на процесс неплатежеспособности, то есть меры были необходимы, и реакция была необходима. Я сама вижу, мне кажется, что где-то на полгода, может быть, мы немножко приопоздали с поддержкой, но тем не менее позитивно то, что эта поддержка предоставлена, была, вот правильно вы сказали, на мой взгляд, правительство, может быть, не старалось обозначить достаточно широко этот круг получателей, кто мог бы, да, то есть пытались предоставить такую поддержку в таком узком секторе, конкретные отрасли народного хозяйства, а не более широко, и на самом деле, на мой взгляд, нужно было бы немножко расширить этот круг именно получателей, и я бы также больше акцент поставила на то, что необходимо было больше поддерживать именно местного предпринимателя, то есть местный бизнес, то есть в процессе кризиса важно сохранить, как говорится, нашу национальную идентичность, нашу местную идентичность. У нас есть маленькие хорошие магазинчики, латышские сельскохозяйственные продукты, но больше была поддержка, в том числе разрешили работать более крупным, допустим, магазинам, крупным организациям, а не местным, поэтому легче было выжить именно крупным предприятиям. Сейчас, правда, эти маленькие магазинчики открыли, ну, в общем, мне кажется, что вообще с точки зрения последовательности, может быть, это связано вот с такой нестабильной коалицией в правительстве, но вот с точки зрения последовательности вот тут хромает работа правительства, мы видим, кто разрешает в супермаркетах этим работать непродовольственным магазинам на выдачу товаров по интернету, потом говорят, что вот, вы знаете, что-то они там мухлюют, давайте мы теперь им запретим работать, а маленькие магазинчики откроем. Ну, вот какой-то последовательности здесь не хватает, и мне кажется, что у самих министров нет понимания, с чем они борются. Они борются, не знаю, так сказать, с магазинами, и они борются с вирусом. Да. Ну, надо отметить правильно и похвалить, может быть, наше правительство, что, тем не менее, эта поддержка уже предоставлена, многие предприятия смогли получить субсидии, да, и какая-то большая такая, ну, какая-то небольшая мотивация, тем не менее, была. Да. Если мы вообще говорим о том, как дальше будет развиваться наша экономика, ну, вот мы знаем, что на подмогу странам Европейского Союза пришел этот фонд оздоровления и вот устойчивости экономики, так его, наверное, можно перевести, со второй попытки правительству удалось согласовать социальным партнерам, вот план распределения этих 1,82 миллиардов евро, ну, я так понимаю, что их поступление в Латвию тоже задерживается, хотя эти деньги очень нужны. Как вы считаете, вообще правильно определены приоритеты, да, потому что вот сначала была большая дискуссия, где же деньги для реального сектора экономики, для повышения вот производительности, вот то, в чем у Латвии такое было слабое место? Ой, это такой глобальный вопрос. Наш институт в самом, знаете, начале, как только мы узнали о том, что такой важный инструмент поддержки будет предоставлен, уже были обозначены первые цифры, около 2 миллиардов евро на восстановление и на нагрев экономики, то мы писали многие письма в министерстве и предлагали нашу помощь, так как наш институт сейчас работает над концепцией, над новой экономической доктриной, концепцией развития Латвии до 2050 года, то у нас было много предложений. Но, к сожалению, мы заметили, что эта рабочая группа была установлена в самом начале только среди самих представителей самих министерств. И ученые, и, как я поняла, также и предприниматели были подключены только уже в самом конце. В любом случае, то, что я заметила, то больше времени было потрачено на обсуждение о процессе, о рабочих группах, а не о конкретных проектах с конкретными расчетами, с конкретными экономическими обоснованиями. То есть вот той визии, того понимания системного подхода или той цели, к которому мы хотели бы прийти, как страна, посредством этого фонда и именно на какой акцент мы хотели бы поставить. Либо мы хотим быть производственным лидером, либо IT-лидером, хотим восстановить экономику услуг и так далее. Вот этого я не видела, то есть этого не хватало. Сейчас, как я вижу, чтобы правильно распределить эти средства, в долгосрочной перспективе обозначены некоторые такие приоритеты, приоритеты, связанные с социальными проектами, с восстановлением именно системы здоровья, приоритеты связаны с дигитализацией, приоритеты связаны с утеплением домов и с изменением климата. Эти приоритеты идут в соответствии с теми приоритетами, которые сама Европа выдвинула. Как мы знаем, это три главных приоритета. Дигитализация, борьба с изменением климата и улучшение, укрепление системы социального здравоохранения. Они этому соответствуют. Но как правильно распределить эти в основном заемные деньги, чтобы в долгосрочной перспективе не поднимали налоги государства? Вот это тот вопрос, который, я бы сказала, нужно больше продумать в долгосрочной перспективе. Чтобы эти деньги не были растрачены на те социальные проекты, которые потом нам бы самим надо было поддерживать и финансировать посредством поднятия налогов. Вот этот вопрос, на мой взгляд, еще не продуман. И те приоритеты, которые, я вижу, связаны больше с закупкой какого-то оборудования или какого-то услуг, а не с производства их на месте, этот вопрос тоже не совсем благоприятен для нашей экономики. Да, вот вы о налогах очень точно подметили. Я почему говорю, поскольку мы знаем, что из-за этой массивной помощи, в принципе, которая весьма накладна для госбюджета, надо было много заимствовать. Я так понимаю, еще долго придется отдавать. То пошли разные разговоры, какой будет вообще бюджет следующего года. Ну, премьер уверяет, что он категорически против повышения налогов, но тогда вариантов немного. Значит, придется сокращать вот расходную часть бюджета. Абсолютно точно. Да, то есть как возвращать эти деньги? Мы понимаем, что будут выборы в парламент. Возможно, существующему правительству нет пока такого приоритета думать об этом, но на самом деле, если мы посмотрим влияние, влияние, социально-экономическое влияние вот этих займов на нашу экономику, то это решение должно быть принято уже сейчас. Как мы будем эти деньги возвращать? Да, вот хороший вопрос. Вот вы сказали по поводу разработки такой новой экономической доктрины до 2050 года не слишком ли большой период все-таки взят, поскольку нам, наверное, очень тяжело в долгосрочном плане вообще прогнозировать, как дальше будет развиваться экономика, какие будут тенденции. Вот кто еще мог, не знаю, лет 10 тому назад сказать, что транзит и логистика у нас пойдет под откос. Да, вот мы видим, что у нас происходит, катастрофическое падение груза, оборота, перевозки грузов по железной дороге, естественно, в портах. Вот как вы все это оцениваете? Вы знаете, долгосрочное видение развития экономики это обязательно для того, чтобы видеть эти вот тактические, каждодневные или более такие в короткой перспективе шаги. Так как мы делаем очень такой обширный анализ, начиная с, в общем-то, развития нашей экономики после Второй мировой войны до нашего времени, то есть мы анализируем все аспекты, и в том числе в сравнении с нашими соседями, в сравнении с другими европейскими странами, то мы можем уже сделать определенные прогнозы, учитывая, конечно же, тенденцию развития вот этой вот экономики, рыночной экономики, да, то есть циклообразной экономики. Мы можем сделать определенные прогнозы, оптимистические, пессимистические, реалистические прогнозы, и какие необходимо применить шаги для того, чтобы эту экономику, нашу экономику Латвии, по крайней мере, сделать конкурентоспособной на Балтийском регионе. То есть наша первая задача, которую мы выдвигаем, это поднять конкурентоспособность, то есть не быть в хвосте с нашими соседями, Эстонии и Латвии. Вторая наша задача – это достичь среднего уровня благосостояния европейских стран, и, скажем так, самая высшая цель, самая абициозная цель – это достичь среднего уровня развития скандинавских стран. Да, вот что касается еще, может быть, вот таких приоритетов, ну, вот как вы считаете, насколько реально, не знаю, повысить процент, вот, в общем, ВВП промышленного производства? Это такая больная у нас тема была после развала промышленности 90-х годов, но так, я так понимаю, особо темп мы не нарастили, и, фактически, это, наверное, то, где нужно вообще в Латвии прибавлять, если на что-то претендует, на какое-то экономическое развитие. Конечно же, это тоже одна из сфер народного хозяйства, в которую у нас есть заложены хорошие основы, у нас есть хороший опыт, хорошие традиции, более того, у нас уже есть, да, хорошее предприятие или, скажем, инфраструктура для предприятия, которое мы могли бы развивать дальше, и поэтому я очень позитивно оцениваю нашу торгово-промышленную палату и другие наши ассоциации, которые пытаются влиять на планы развития экономики Латвии посредством тоже своих инициатив, и они видят, что даже вот если мы возвращаемся к нашей теме по плану восстановления, фонд восстановления экономики Латвии, то есть их предложение хотя бы достичь 20% валового продукта производственного сектора, увеличение экспорта, улучшение среды предпринимательства, что, конечно же, одно из основных приоритетов, если мы хотим восстановить экономику. Я считаю, что эти все инициативы очень важны и полезны, и если наше правительство будет прислушиваться больше предпринимателям, мы наверняка достигнем лучшего прогресса как такового. Но сейчас, если мы сравниваем по всем основным показателям социальные, экономические, в том числе технологические показатели, показатели управления, управленческие, то надо сказать, что та ситуация, в которой мы находимся, то мы практически находимся на последнем месте среди балтийских стран. Какой показатель не берешь, включая теневую экономику, включая капитализацию рынка и так далее, мы отстаем от других наших балтийских стран. Здесь вот эта первая наша задача и ученых, и предпринимателей, и особенно нашего правительства, выйти, быть более конкурентноспособными на балтийском рынке. Вот вы сказали о капитализации. Ну, время от времени в правительстве звучат такие предложения о том, что надо бы котировать на бирже хотя бы часть акций вот этих предприятий с госкапиталом. Многие считают, что это такая вот скрытая приватизация. Вы какой версии притяживаетесь? Ну, наверняка это необходимо, к этому идти и действительно вовлекать более крупных инвесторов в капитализацию наших государственных предприятий, при этом оставляя за собой контрольный пакет. Но это бы помогло влить в нашу экономику достаточно крупные средства. То есть сейчас капитализация рынка, если мы сравниваем с Эстонией и Литвой, у нас около 3% от валового продукта, у Литвы около 9%, у Эстонии около 10%. То есть мы видим, что здесь Латвия очень ведет осторожную, даже бы сказала, несколько скрытую политику. Она должна быть открытой, способствующей привлекательности наших национальных предприятий как таковых, и при этом сохраняяя, условно, основной контроль над этими предприятиями. Я здесь не вижу никаких рисков. Я более того вижу, что сейчас наши организации, вот так называемые финансовые, финансовые, вот это вот организация. Которая борется с попытками отмыть деньги, добытые преступным путем, вы, наверное, имеете в виду вот эту финансовую разведку, да? Не столько вот именно их борьбу, а с тем, что сейчас они разрабатывают десятисупенчатую такую стратегию, как именно повысить привлекательность и выход некоторых наших предприятий на IPO. И я считаю, что это некоторый шаг в это направление, такой здоровый, хороший шаг. Да. Может быть, я знаю, что вот ваш институт недавно проводил исследование, или, может, еще оно продолжается по поводу вообще молодежи. Может быть, несколько слов об этом, что это за исследование, вот какой цели вы его проводите? Ой, да, спасибо за этот вопрос. Если мы говорим о том, как COVID вообще повлиял на положение в стране, то, наверное, самая уязвимая группа людей – это молодые люди Латвии. И их положение, опять-таки, хуже, чем в других странах Европы. Это показывают многие исследования, не только наши, но исследования, которые проводят Центры психотерапии, которые работают с молодежью и подростками. И особенно я хотела поднять эту проблему сейчас, в то время, когда нужно нам восстанавливать эту экономику, потому что этот кризис, он показал очень много таких слепых зон, таких проблемных наших вопросов в стране и вопросов здравоохранения и так далее. Но одна из самых вот этих зон, я считаю, это наш подход в работе с подростками. Вот посмотрите, одни из исследований последних показывают, что семь из десяти молодых людей испытывают проблемы психологического характера после, особенно второй волны кофе. И частными проблемами для молодежи являются вот 60% молодежи испытывают трудности с обучениями депрессии. Также это для них очень травматический опыт вот этого дистанционного образования, да. Потому что этот переход к дистанционному обучению и все ограничительные меры, они были введены так быстро, что было невозможно подумать каждый шаг этого перехода, и, возможно, не было также продуманы эти последствия для психического здоровья молодых людей. Также около 46% молодых людей в Латвии сталкиваются с навязчивыми мыслями, в том числе мыслями о самоубийстве. 43% заявили, что они страдают от раздражительности. 42% молодых людей сказали, что они чувствуют чрезмерное использование компьютера, социальных сетей, и это тоже их, на них влияет, они устают от этого чрезмерного присутствия технологий в своей жизни. 41% молодых людей испытывают одиночество, да. Вот эти огромные, вот видите, огромные проблемы, с которые страдают молодежь, в том числе расстройство пищевого поведения, тревога и другие проблемы, они показывают, что Латвии необходима дополнительная поддержка, психологическая помощь именно вот этому нашему будущему поколению. Да, вот как вы считаете, государство вообще достаточно этому уделяет внимание, но сейчас мы видим и по латвийскому телевидению целый такой цикл передач, посвященный вот этому, ну, моббингу, да, это уже такое психологическое насилие, я бы сказал, которое происходит в учебных заведениях, и я так понимаю, что это вообще целый комплекс проблем. Целый комплекс проблем, да, только 10% молодых людей заявили вот в этом исследовании, которое проводилось с Центром психотерапии, что они не нуждаются в дополнительной поддержке. То есть 9 из 10 молодых людей нужна какая-то помощь. Это серьезная, да, серьезный сигнал, серьезный звоночек для наших учреждений, которые занимаются молодыми людьми. И правильно вы сказали, да, то есть этот момент и моббинга, и других таких, скажем, влияний на молодежи, которые только увеличивают их раздражительность, говорят о том, что поддержка необходима. Если мы говорим вообще о какой-то поддержке для молодежи, то это не только психологические консультации или психотерапия, но это также и больше времени, возможности заниматься физическими упражнениями, спортом. Об этом, например, сказали 60% респондентов. Это им очень бы помогло больше проводить времени со своими друзьями, с одноклассниками. И также, допустим, времени они могли бы получить какую-то поддержку в виде вот этих вот дополнительного обучения, различных кружков, которые сейчас все закрыты. То есть здесь, я думаю, правительству на это надо обратить внимание. И не только, допустим, открывать террасы, о которых мы говорили, но и также давать возможность молодым людям возвращаться в образовательное учреждение, в спортивное учреждение. Да, возвращаясь к экономике, хотя все это у нас взаимосвязано, все-таки что, ну, может быть, пандемия, понятно, что сыграла определенную роль, но вот что, на ваш взгляд, все-таки тормозит привлечение инвесторов в Латвии, в том числе, может быть, для создания какого-то производства здесь, или вот цепочки, чтобы мы там что-то производили для крупных, не знаю, корпораций? Я бы, как первый фактор, назвала недоверие. То есть то, что больше всего стимулирует и местный бизнес, и также инвесторов вкладывать в эту страну, платить налоги, это именно процент такого удовлетворенности работы правительства и доверия тому, что делается на уровне, ну, на уровне страны. То есть здесь такие некоторые незаимосвязанные или, скажем, даже, скажем так, такие противо, не могу найти русские слова, которые не соответствуют друг другу деятельности. Например, с одной стороны, поддержка бизнеса и предпринимательства, а с другой стороны, поднятие налогов, как мы знаем, избавление от режима микропредприятий и так далее. Вот такие действия вызывают, с одной стороны, вот это недоверие, а также и определенное нежелание вкладываться в ту среду, где нет определенной стабильности, да, понимания. И это увеличивает как синевую экономику, где мы тоже, Латвия является лидером среди балтийских стран, то есть это почти 24% отвалового продукта по сравнению с Литвой и Стопни, где около 14-15%. И вот эта абсолютно некомпетентность государственного управления, она снижает настроение предпринимателей вкладываться в эту страну. Да, это правда. Вот, может быть, еще такой вопрос, вообще связанный, может быть, и, естественно, с развитием экономики. Все-таки, вот на ваш взгляд, что делать с этими микропредприятиями, потому что, ну, до пандемии правительство, как мы знаем, махало шашкой и говорило о том, что, в принципе, все, это вот такие остатки, скажем так, вот кризисных решений еще 2009 года. Сейчас-то все неактуально, вот надо сворачивать это все. Может быть, как раз сейчас, вот в свете пандемии и вообще росте безработицы, может, надо как раз подумать, что если люди все-таки работают, ну, не нужно мешать им. Именно так, я с вами согласна. Как раз-таки во время кризиса ни в коем случае это противопоказано. Поднимать налоги – это то, что такие, знаете, классические ошибки, которые совершают во время кризиса. То есть надо было отложить эту реформу, надо было, конечно же, вернуть возможность микропредприятиям работать в том режиме, в котором они умеют работать, не накладывать какую-то дополнительную нагрузку на наших бухгалтеров, особенно в микропредприятиях, была бы хорошей поддержкой. Да, вот, может быть, еще один вопрос, он, естественно, тоже возник с пандемией. Вот в свете пандемии аж три фармацевтических компании и сказали, что они, в принципе, сами в состоянии, ну, имея, естественно, соответствующие технологии, производить эти вакцины. Как вы считаете, ну, почему все-таки, по крайней мере, правительство за это не зацепилось? Ведь очевидно, что с этой инфекцией, с этим вирусом мы будем жить еще долго, он мутирует. Вопреки, там, не знаю, может быть, первоначальным оптимистическим прогнозам мы понимаем, что COVID не закончится ни этим летом, ни этой осенью. Вот как вы считаете? Я уверена, что же наши фармаэлкогические предприятия, это одна из наших, действительно, одна из наших достоинств в нашей экономике, способная производить вакцину у нас внутри страны. Я уверена, что наши руководители могли бы договориться с руководителями предприятия об этом производстве. Но я предполагаю, что это все упирается в недостаток, может быть, сотрудничества и недостаток или нежелание финансовой поддержки таких серьезных проектов. Потому что здесь как раз-таки это бы окупилось в долгосрочном перспективе, но без поддержки государства этот проект нереализуем как таковой. Вот мы здесь говорим о том, какие приоритеты выдвигает наше правительство, как оно считает и как оно видит вот эту борьбу с кризисом. Либо это вообще приоритетно для них, закупка вакцин или производство вакцин. Это менеджмент, это управление на государственном уровне. Но это было бы очень правильным решением. Да, ну вот с менеджментом мы видим, как у нас все происходит. Нашли двух виновных, чиновников, не закупки вакцин. Ну и на этом, в принципе, все закончилось. Вот, может быть, еще такой вопрос в завершении. Естественно, о планах Института экономики, над чем вы сейчас работаете, насколько вообще государство понимает необходимость такой вот экспертной оценки? Вы знаете, мы, конечно, работаем, мы любим то, что мы делаем. Мы очень надеемся, что государство и наше министерство будут прислушиваться и прислушиваться некоторые к тем резолюциям, которые мы каждый год высылаем им после проведения нашего экономического форума. В этом году также, 17 сентября, будет уже четвертый экономический форум, и тема которого как раз-таки «Будущая экономика Латвии» в контексте посткризиса, то есть как мы сталкиваемся с этими трудностями глобализации и какие решения мы видим. В сентябре мы будем презентовать результаты нашего исследования, о котором я вам говорила, вот эту новую экономическую доктрину. Наши результаты, наши резолюции мы всегда высылаем всем нашим министерствам, и также меня радует все больше и больше специалистов министерств и также министров участвует на нашем форуме. Это дает такую надежду, что все-таки эти результаты каким-то образом принимаются в внимание. Мы очень активно сотрудничаем, наш институт также, мы имеем партнеров в других странах, и сейчас очень активно сотрудничаем с Китайской Академией Наук, и вместе с нашими партнерами в Центральной и Восточной Европе мы создаем аналитические такие брифинги, аналитические отчеты о развитии экономики, о развитии общественного развития, внутренних политических и внешних отношений. Меня очень радует, что этими нашими брифингами заинтересовалась также канцеляра президента, которой мы высылаем информацию о наших результатах. Я очень надеюсь, что все-таки эти результаты каким-то образом будут внедрены также на политическом уровне. Ну что ж, мы тоже на это надеемся, поскольку безэкспертная оценка показывает жизнь, когда чиновники и политики варятся в собственном соку, ну ничего хорошего ожидать не приходится. Будем надеяться, естественно, что здравый смысл возобладает. Нина Линда у нас была на прямой связи, руководитель Института экономики. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Слушайте Радио Болтком.